В эти дни в Киеве говорят не только о ситуации на юго-востоке страны и условиях прекращения огня. В преддверии первой годовщины смены власти обострились дискуссии о недавнем противостоянии на Майдане, особенно о виновниках гибели десятков людей. Журналисты британской корпорации BBC провели собственное расследование и пришли к выводам, которые расходятся с официальной версией нынешних украинских властей. Подробности в репортаже Виталия Каченко. Год назад он лично стал свидетелем трагических событий на Майдане. Парни, а что уходите? Они стреляют с огнестрелок. С огнестрелом уже человек, может, 10 наших убили. Уже огнестрелок? Да. Разворачивайтесь, если что. Утро 20 февраля 2014-го. Эвакуация сотрудников Верховной Рады и офисов по соседству. Проезд в центр к Майдану закрыт. Машины скорой помощи пропускают только в объезд в 9 утра по киевскому времени. Первые жертвы и раненые среди сотрудников Беркута. И сослуживцы вынуждены убегать вверх по институтской. Что происходит? Огнестрелок убегает! Огнестрелок убегает! Огнестрелок? Да, они нас валят, мы ждали. Команды нету. Оружие никто не дает. Как, братья, как им на террористе стрелы можно со щитом стоять с этим? Они убивают, пацаны, уезжайте, честно, уезжайте отсюда. Вперед выезжают два БТРа, чтобы прикрыть отход украинских силовиков. Наша съемочная группа в этот момент на перекрестке улиц Институтской и Шелковичной до гостиницы «Украина», откуда ведется стрельба. Ровно 570 метров милиция отошла к баррикадам у выхода из станции метро «Крещатик». После того, как ребята закрепились на баррикадах, снайперы с карабинами, они немножко растворились в толпе. То есть начали молодых ребят посылать вверх. Также появились снайперы уже в гостинице «Украина». Там, я не помню, ну если сверху считать, это третий этаж, тоже снайперы. Полковник внутренних войск в этот день вывел из-под обстрела итальянского журналиста, который остановился в гостинице «Украина» Стефано Белардини с чемоданами и видеокамерой. Он не мог не заметить, откуда стреляли. На этих кадрах видно, евромайдановцам стреляют свои же в спину. Но официальная версия Евромайдана и нынешнего руководства Украины огонь на поражение открыли бойцы спецподразделения свергнутого президента Януковича. А у сторонников Евромайдана не было оружия. Но в это, похоже, не верят даже на Западе. Нашему герою Сергею сказали, занимай позицию за колоннами. Отсюда будут видны часы, фасад банка и вообще вся линия фронта. Журналист BBC Гэбриэл Гейтхаус нашел человека, который участвовал в расстреле, скрывая лицо и настоящее имя. В сюжете его называют Сергей. Он рассказал, что больше месяца провел на Майдане. Там его завербовал некий отставной офицер. На выбор он мне предложил либо дробовик, либо охотничью сайгу. Я выбрал второе. Я взял от него оружие и сказал, что я знаю, как пользоваться, потому что я служил в армии. Бывший военнослужащий Сергей с оружием засел в здании консерватории и открыл огонь по бойцам внутренних войск. Я не стремился кого-то убить. Вел огонь по ногам с моей точки, где я был милиционером, и было хорошо видно. Рассказ Сергея подтверждает и бывший депутат Верховной Рады Андрей Шевченко, которому в тот день неоднократно звонил знакомый милиционер. Он звонит мне и говорит, Андрей, кто-то стреляет в наших ребят. Он рассказал, что стрельба велась из консерватории. Тогда депутат связался с комендантом Евромайдана, Порубием, который обещал проверить здание консерватории. В интервью BBC известный националист неожиданно перешел на русский язык. Разделение пошло. Они пришли все этажи. Где-то через полчаса они пришли и сказали, что с консерваторией нет никаких огневых точек. Но украинский фотограф Евгений Малолетко в день расстрела находился в консерватории и застал совершенно другую картину. Внутри я увидел несколько парней. У одного из них было вот это охотничье ружье. У другого в руках был калашников. В другом помещении тоже были люди с оружием. Некоторые из них лежали на полу. Британский репортер в своем расследовании не исключает, что таких, как Сергей, вокруг Майдана было немало. Кроме консерватории, снайперы Евромайдана расположились на зданиях Банка Аркада, Октябрьского дворца и гостиницы Украина. Все они были уже под контролем митингующих и стреляли, согласно независимым расследованиям, оттуда не только по силовикам, но и по своим. Нынешняя украинская власть, обвинив во всем верку, до сих пор не довела расследование до конца. Чтобы снять напряжение в обществе, которое требует установить виновных в гибели 126 человек на Майдане, как протестующих, так и силовиков, в отставку подал уже второй генеральный прокурор со времен Майдана. Вместо Виталия Ерема новым руководителем стал его зам и кум президента Петра Порошенко Виктор Шокин. Новый генпрокурор обещает представить отчет в Раде по расстрелу на Майдане к концу февраля. Виталий Каченко, Александр Батухов и Сергей Тютенко. Первый канал.